Андрей, комментарии по матчу, ваши эмоции? Ну, обидно, конечно, что проиграли по гублетам. Хорошо играли, не могли забить сначала, но потом как бы придерживались в своем плане. Играли неплохо, атаковали, были моменты, штанги, все остальное. Повели 2-1, и здорово оказалось, что все было. Но пропустили, конечно, обидный гол, перевели игру в овертайм. Ну и проиграли, конечно, в литерее по гублетам, это, конечно, обидно. На матч с Магниткой будете более мотивированы? Мы всегда мотивированы на игры, но понятное дело, что где-то мы отдали там, может, не два, но одну очку точно мы отдали, поэтому, конечно, будем настроены еще лучше. Почему так, когда сделали счет 2-1, казалось бы, можно было успокоить игру, но очень пошел открытый хоккей, не смогли как-то... Ну, я не скажу, что пошел открытый хоккей, но, опять-таки, соперник непростой, и команда очень здорово двигается, играет в атаке, им нужно было отыгрываться, и поэтому игра приняла такой ритм. Все-таки, я говорю, там много настроительских игроков, которые добавили, потому что, опять-таки, счет 2-1 заставляет команду любую бежать вперед, и оставалось 10 минут, и, соответственно, была такая игра. В целом, как настроение в команде? Ну, настроение у нас хорошее, рабочее, все стараются, работают, поэтому никакой паники. Сегодня для нас было важно заработать хотя бы один результативный балл. Конечно, когда дело дошло до буллитов, все решалось, как в лотерее, к сожалению, нам в ней сегодня не повезло, такое бывает. Иногда все складывается хорошо, а иногда не очень. Также нам было необходимо забросить сегодня, чтобы придать себе уверенности. Мы не могли распечатать ворота оппонентов на протяжении 5 периодов, поэтому сегодня старались как можно чаще доставлять шайбу к воротам соперник. Сперва мы смогли реализовать большинство, а потом Лисовец вывел нас вперед. Здорово, что игроки были вознаграждены заброшенными шайбами за свои старания.